Правительство Швейцарии обсуждает способы создания национальной цифровой валюты. Федеральный совет правительства дал указание составить отчет о рисках и преимуществах выпуска национальной цифровой валюты или Ефранко. Об этом сообщает Рейтер. Исследовать возможности национального криптоактива решил швейцарский законотворец и вице-президент социально-демократической партии Седрик Вермут. Теперь Нижняя палата швейцарского парламента должна решить, поддерживать ли инициативу Совета. Если так, то Минфин страны проведет собственный анализ положения. Седрик Вермут не был первым, кто задумался о создании национальной цифровой валюты. Эту идею еще в феврале озвучил председатель швейцарской фондовой биржи СЫКС Ромео Латчер. Ефранк, контролируемый центральным банком, станет основой для большого числа взаимодействий, поэтому он окажет положительное влияние на экономику, сказал он тогда. Неоднозначный стейблкоин CKUSD вырвался в десятку самых торгуемых криптоактивов. Данные о торговле CKUSD доступны только за последний месяц. Такова особенность цифрового актива. Также он обладает фиксированной ценой. Курс привязан к доллару США в отношении один к одному. Об этом сообщает Криптовест. Актив занял девятое место по суточным объемам торгов согласно CoinMarketCap. Стейблкоин потеснил Dash и ZitCash, но уступил Tron и Litecoin. Монета предназначена для обеспечения ликвидности на бирже BCIX и площадке L-Coins. Однако данные о количестве CKUSD в обращении отсутствуют. Также стейблкоин не имеет собственного сайта, зато обладает обозревателем блоков. Правда, на китайском языке. Он показывает, что блоки CKUSD добываются чаще, чем раз в минуту. Большинство из них выпускается пустыми, но приносит майнерам большую награду. Раз в несколько блоков обнаруживается транзакция, содержащая более 107,7 миллионов коинов в качестве награды. Напомним, курс монеты привязан к доллару США. В сети нет информации ни об имитенте CKUSD, ни об операторе площадки BCIX. Актив торгуется только на партнерских биржах и механизм привязки его курса к доллару также неизвестен. Bitmain может выпускать ASIC для ИИ, если правительство запретит продавать майнеры. Для этого компания изучает особенности вычислений в сфере искусственного интеллекта. Bitmain опасается дальнейшего усиления контроля за криптоиндустрией и даже запрета на продажу майнеров из Китая. Об этом сообщает Bloomberg. Как заявил изданию глава Bitmain Джихан Ву, искусственный интеллект требует больших и сложных расчетов. Поэтому эта область логичная альтернатива для производителя специальных вычислительных устройств. Ву предполагает, что в ближайшие пять лет выпуск чипов для машинного обучения будет составлять до 40% прибыли Bitmain. Будучи китайской компанией, мы должны быть готовы, добавил он. Bitmain уже экспериментировала с устройствами для ИИ. В октябре прошлого года компания представила чип Safon BM1680. Затраты на производство и обслуживание устройства оказались ниже, чем аналоги от Nvidia и AMD, но чип проиграл им в производительности. Litecoin готовится к листингу на Gemini и совместимости с протоколом BlockNet. Цифровое серебро переживает сразу две хорошие новости. Это возможный листинг на Gemini и совместимость с протоколом BlockNet. Об этом сообщает Ethereum World News. Gemini – криптобиржа братьев Winklevoss, совместима с нормами и банковскими стандартами в отрасли. Это одна из первых и немногих площадок, не имеющая юридических изъянов с точки зрения регулирования. Листинг Litecoin поможет криптовалюте укрепить позиции. Протокол BlockNet – это система, которая позволяет обмениваться виртуальными и фиатными валютами напрямую. Процесс происходит через так называемые атомарные свопы. Любой, у кого есть фиат или совместимая криптовалюта, могут обмениваться без посредников. Присоединяйтесь к нашему чату в Telegram и подписывайтесь на наши странички в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, чтобы узнать больше новостей. Ссылки находятся в описании. Тель-Авивская фондовая биржа создает блокчейн-платформу для кредитования. TACE – фондовая биржа Тель-Авив объединилась с ирландским консалтом Accenture и израильским финтех-хабом The Floor. Трио компаний совместно разработает распределенную платформу для кредитования ценными бумагами. Об этом сообщает CoinTelegraph. Проект получил название BCL. Он предоставит прямой доступ к кредитованию в короткие промежутки времени. Блокчейн в основе платформы также повышает степень приватности пользователей, позволяет совершать P2P-транзакции, открывает функционал смарт-контрактов и гарантирует безопасность неизменяемых реестров. Технология блокчейн выведет кредитование ценными бумагами на новый уровень безопасности и поддержит рост числа транзакций на этой платформе, уверен глава TACE и Тай Бензеев.